добрый день дорогие друзья с вами капля и продолжение сериала о моральном авторитете отца очень важно понимать для каждого из нас что наши дети нуждаются в неком морально-нравственном якоре и единственный человек который этот якорь может дать это отец якорем является следование нашим убеждениям мы говорили в прошлой программе что мы с вами должны обладать убеждениями но также мы должны следовать этим убеждениям для любого человека очень важно некое такое знаете вот некая вот стержень вокруг которого он будет нанизывать все 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 понимания понятия мысли решения и так далее что является той печкой от которой мы танцуем и каждый из нас определяет для себя те или иные вот эти постулаты вечные постулаты для верующих это является допустим для христиан это библия для мусульман это коран неверующих мне жаль потому что у вас нет такого вот чего-то за что вы вот возьметесь и вы скажете вот на основании этого я решаю что есть добро что и зло и тогда каждый папа сам придумывает что правильно что неправильно но если поколупаться посмотреть вы обнаружите что папа принимает эти решения до сенге что есть добро что и зло основываясь на бабушкиных допустим или дедушкиных словах которые были верующим то есть в любом случае в основе абсолютно любого мировоззрения лежит религиозная составляющая и нам очень важно это понимать если говорить очень плоско и очень просто для того чтобы обладать убеждениями и быть вот этим якорем мерилом вам необходимо просто идти в церковь идти к богу находить взаимоотношения с ним брать библию за основу своей жизни и вы заложите это основание в поколении вот что является якорем для вас это же будет являться якорем и для ваших детей что удержит вашего ребенка от преступления от наркотиков от алкоголя от раннего секса от каких-то вещей которые разрушат порвут его жизнь что что сдерживает вот это те вещи о которых вам стоило бы задуматься и задуматься прямо сейчас что вы предложили своим детям на протяжении жизни кроме вашего равнодушия кроме вашего какого-то местечко у мировоззрения основанного на непонятно чем если вы человек который думал над тем что он посел уже из ребенка то скорее всего вы понимаете что вырос вы приходите на поле и сеете там пшеницу вы не ждете что вырастет репа я надеюсь но если вы пожали бурьян то извините вы не сеяли пшеницу если вы пожали другими словами друзья вы пожинаете ровно то что вы сеете то что вы имеете это плод ваших усилий которые вы прилагали все это время недавно встречался с одним папой очень солидный человек бизнесмен достаточно крупный и в его жизни произошла трагедия я считаю трагедия собственный 16-летний сын написал на него заявление в милицию то что его папа избивает и слава богу что мы живем не западной европе где папу за это могли бы посадить а ребенка отправить в приют но конфликт был вынесен из дома и разговаривая с отцом я понял что несмотря на то что он достаточно успешный человек несмотря на то что он достаточно успешный бизнесмен он потерпел фиаско как отец он не имеет вот этого якоря то есть он строил свою жизнь вокруг денег и я посмотрел на его сына кстати обиженного на папу за то что тот недостаточно материально его обеспечивает то есть так как он хочет я увидел что это плод того что делал папа вот смотрите якорем вокруг которого строилась вся жизнь бизнесмена были деньги и в итоге он получил развал в отношении собственным сыном я думаю что нам стоит очень серьезно подумать над тем что будет якорем для нас и что мы предложим в качестве якоря для нас